Есть шанс у рок-музыки в нашей стране снова стать мейнстримом, снова стать основной музыкой? Почему в нашей стране, в мире? Ну, все-таки, мне кажется, вот социальный рок и вообще рок-музыка там в конце 80-х, она у нас играла гораздо большую роль, нежели в глобальном масштабе, или я ошибаюсь? Ну, вообще, это во многом наша выдумка, что рок обязательно должен быть социальным. Что, Лед Зеппинг были социальны? Ну, у них была там песня иммигрантов, там какая-то. Я умоляю. Они, может быть, были революционерами в том, что они потрясали основы музыкальной своей составляющей. Они были совсем не как все, как марсиане какие-то. А что касается текстов, да нет, любовная лирика слегка сюрная. Элвис Пресли, может быть, был какой-то социальный боец. Ну, конечно, нет. Это все вот наши истории. Но он так двигался, что это он потрясал. Наши ребята всегда очень плохо пели и играли. В силу вполне объективных причин, да. Но зато вот мы во всем видим борцов, понимаешь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Додолев.